Тебя спрашивают когда вторая книга будет. Хуй знает. Походу, ему сейчас не так не будет. А... 7 часов плюс сколько? Ты писал в 6? В 6? Но ты писал в 6? Я не помню сколько я писал. Е-е-е-е! Пришел на тренировку к другу. Друг у меня воспитывает бойцов ММА. Зовут его Роберт Воробьев. Молодец! 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 Ребята, я беру, короче, сейчас на галку, и кто будет смотреть в пол, буду бить мосты. Всем привет! Е-е, не все, не все! Я-е-е! Я-е-е! Решил им сделать неделю борьбы, чтобы чуть-чуть на бок усилить, потому что без борьбы в ОМО и делать нечего. Ребята не умеют падать, не знают основные движения. Немножко сейчас наловчаться и уже будем чуть-чуть по-серьезному работать. Хочу уже провести свои первые спарринги среди ребят. Новички в основном занимаются, но уже есть ребята, которые показали успешные выступления на соревнованиях. Влад, который занимался в черных борцовках Аси. Занимался у меня буквально 2-3 месяца, решил проверить себя на соревнованиях. Знаешь, я там по себе судил, типа, мол, первые соревнования, может, еще страх, волнение, думал, ничего не покажет. Ну, блин, он на первых соревнованиях так успешно чувака выиграл, досрочно победил. И потом вот была область, уже даже чуть-чуть посерьезнее были соперники. Влад решил опять попробовать себя и выиграл первое место. Сейчас вот готовимся, ну, 25-го числа будет турнир и иду на Вольво. Вот я хочу повезти ребят, тоже их проверить. Там, в принципе, по новичкам было бы очень круто под самоход-катателем, что по-любому большинство займет призовые места, уверен. Тренируемся здесь. Раньше, типа, зал был поделен на два. Здесь тренировались на правой стороне джитсеры. Жека Чютюн, тренер такой по бразильскому джуй-джитсу. Он тренировал свою группу, но решил ее распустить, так как немного людей, стал от него ходить. И нам было очень тесно, потому что здесь вот 20, ну, как видишь, сегодня много людей, там ребят по 20, по 25-то бывало и по 30 человек приходило, и нам было очень тесно. Сейчас, в принципе, зал весь в нашем распоряжении, и уже можем полноценно тренироваться. Заходить на Кимура Свит. Здесь, смотрите, есть у нас небольшой шанс и небольшой промежуток. Что мы здесь делаем? Наши носочки всегда заряжены. Ребят, давайте так не будете сидеть, хорошо? Запомните. Вот, наши носочки заряжены. Только он берет нашу, только он берет нашу ручку, да? Мы отсюда чик и заходим. Берем наш сидбелл пояс безопасности и вытягиваем Юру на себя. Здесь я люблю забирать руку сразу чик. Там ребята постарше занимаются еще с основной группой на старом корпусе НКИ. Наш старший тренер Олег Шевченко проводит тренировки. Вот сегодня, собственно, были спаррити. Вот мы с Юрчиком, мы с Давидом пришли только после спаррити. Ребята, он не поленились, переоделись вражгарды. И давай помогать, не юзать, потому что людей много. Я на всех не успеваю. Так как я взял ребята, знаешь, и молодые есть ребята, новички, которые абсолютно ничем никогда не занимались. Они даже, наверное, не отжимались ни разу в жизни. Они вот решили, вот решили именно заниматься. Есть такие, которые вообще сегодня в первый раз, да? Есть такие, которые вообще. Или сегодня в первый раз никого нет? Ну, первый день уже есть. Паренек, он в красной футболке Давида знакомый. Пришел первый раз потренироваться. А вот ребята есть, которые второй раз пришли, там, Валера и так далее. Много новичков, знаешь, и есть ребята, которые там уже опытные, которые даже по профессионалам выступали. Все равно вот этот вот. Да, вот, есть один из них. Время, ребят! Так что, попейте водички, сейчас будем начинать бороться. Так, знаешь, хочется дать какую-то более интересную технику пацанам, которые я сам там работаю сейчас, пытаюсь. И новичкам, ну, я немножко упрощаю задачу, то есть все равно. Пытаюсь новичкам дать одно, а ребятам постарше чуть-чуть усложняю, там, даю различные цепочки. В принципе, стараюсь, стараюсь с ними приходить на тренировку и заниматься вместе с ними. Предыдущие два раза я занимался вместе с ребятами, мы так очень круто поборолись вообще. Я был в восторге. Вопросов нет, вопросов нет. На первый, второй, третий разбились. Второй. Третий. Вверх. Второй. Третий. Первый. Третий. Первый. Второй. Моей тренировочке. Сегодня у нас день борьбы. Итак, мы начинаем. Жека, братишка, как дела? Мир борода, овации. Подписывайтесь на его канал в YouTube, обязательно. Я подключился и очень для себя узнал много интересных вещей. Хочу, блин, поехать в Одессу и повтыкать, блин, по всем местам. Пойти по его пятам, короче. Есть особое правило. К Роберту меньше сейчас с тремя татуировками нельзя приходить. Или в группу и не принимают. У меня набор в секции. Если у вас менее татуировки, то не катит. Все, у меня еще в городе за татуировку, парень. Ого, ого. Меня. Теплая, на самом деле, теплая и дружеская атмосфера у меня. Ребята там, знаешь, там с разных субкультур и вообще, ну типа, даже не знакомы многие с другом. Но все равно. Тут мы треши, все дружат между собой, все друг другу помогают. Это мне нравится. И я, знаешь, не прививал это к ним. Это как-то у них само так вышло. Это здорово. Ну у тебя уже вот эта вот группа, она набрана или тебе могут приходить еще какие-то ребята? Ну, в общем, ну вообще, ну вообще, типа, тут, в принципе, да. Это уже в моей группе. Группа набрана, уже никого ты не берешь, если вдруг кто-то... Не-не-не, беру-беру-беру-беру. Конечно, у меня, то есть... У меня девочка есть знакомая, которая хочет... Я знаю, это мне Таня писала. Я ей сказал, пусть она мне напишет, но она мне еще не написала. Ну вот, в принципе, может, посмотрит видосик, ей понравится и придет, будет тренироваться с нами. Пойдешь заниматься ММА? Да, я пойду заниматься. Вы уже обратили внимание, что в своих влогах я стараюсь знакомить вас с интересными людьми, которые что-то делают, не просто лежат и занимаются какой-то херней. Вот, и сегодня я познакомлю вас с одним человеком, который основал интересную сеть барбершопов. Идет крутой влог. Что мне первое время было очень странно и страшно в страховых центрах, когда люди на тебя смотрят. Ты идешь с камерой, а на тебя палят люди, и ты идешь, что-то говоришь, смотришь на них, разбиваешься с мыслями и все. Для меня, типа, весь мир затекает полностью, понимаешь, как джедаи. Я просто иду, то есть, вот прямо просто так по ручейку, типа, знаешь, просто я вижу, типа, аудиторию людей, которые меня смотрят. И вот я общаюсь с ними. Я им скажу, как будто психолог сидит, он не полметра и слушает тебя. Вот я это представляю. То есть у меня полностью затекает. Ну, да, включатся, включатся. В Николаеве представь, как ты идешь, где вообще все смотрят тебя. Тут дитя, аудитория вообще, Николаевская. Ребята, это Дима Верховецкий. Всем привет. Он приехал в Николаев, сам он, кстати, из Николаева. Да, я вовлитель. Человек, который мне лично интересен, как человек, который сечет в барбер-культуре, который основал классную сеть барбер-шопов. Виза. Вот. Вот. Дима, популярный влогер. Ну, не то, что там, у меня не спит задача там. Интересный влогер. Я покажу вам в описании ролика ссылку на канал, если вы не видели. Обязательно посмотрите, я вот смотрю с удовольствием и вам рекомендую. Попал под селфи. Спасибо, прощай. Здоровья. Счастливо. Походу, это еще не все. Здравствуйте. Боже, в шоке больше. Догадывайся, можно? Да, пойдем. К слову, о том, как Николаевец, Николаевца, пока называют Николаев. И вот, ты вспомнился на шоколаду. Видишь, он сделан. И там сидишь, берешь кофе, у тебя получается... Это вообще жирнейшее место. Видно, это было. Там почта была. Почта здесь. Тут, я не знаю, почему никто не догадался, что это сделать. А зимой... Здесь государственное было помещение. Здесь ставили рождественскую яму, получается, вот по этим аллеям, полностью по Львове. И получалось, что людям было реально интересно, так сказать, погулять. У барбершопов крутится... Варберпол. А вот. А ты, получается, сделаешь свою зеленую? Да. Чтобы у тебя была всякая тренда, да? Везде уже почти переговор. Много штук мы внедряем, типа, фризеры максимально, чтобы они были именно аутентичные, то есть правильные. И не важно, что там кто-то другой подумает. Главное, чтобы нам гласно было. Он, чтобы вы сами знаете. Да, он чувствует, то есть оно имеет свой дух, свою энергетику, знаешь. Поэтому как-то так. И сам символ вот этого барбершопова, он символизует вот такой красный, белый, синий. Вот, думаю, что вот символизирует белый. Чистоту. Ага. Синий, как ты думаешь? Вены. Потому что делали кровоопускание. А, красный символизирует. А, синий. А, красный кровь, потому что имели делая с кровью постоянно. А, не может. А, накровавливая на бендуке. Потому что могли побрить, где-то порезать, короче, могли импультировать ногу, вырвать зуб, короче, и что-то еще. А, барбершоп. Да, да, да. То есть это было место одной из самых стерильных, типа, где барбер, он мог быть, типа, минимальной операционной задачей выполнить. Прикольно. Ну, очень фоксово, сейчас каждый барбершоп вешает себе, типа, красно-бело-синий этот барбер-пул. Многие вообще думают, что это триколор. Хотя, типа, это флаг Франции, если так рассуждать, потому что триколор красно-синий вместе, а не отдельно. А у вас зеленый с белым? Да. Зеленый это фризер, это цвет, который самый благоприятный для человеческого глаза. То есть это цвет расслабления, это цвет комфорта, цвет уюта, цвет начала в жизни. И белая чистота, стерильность, то есть и что-то такое, типа. Е-е-е-е! Во фризере никто не ожидал, наверное, такой компании, с которой мы сюда. Дима не ждал ничего. Уже не звездный час. Куча народа, и он им так истрижет в целом преднамении. Лизомир, ты где, иди сюда. Я здесь. А так я пришел, соберешь, что пацаны реально... Выглядят круче, чем... Они спалили где-то. Тебя спалил один пассажир, он, может, здесь его нет, и он меня на улице остановил. С утра здесь сидел? Нет, он на улице остановил, меня у прохода не стояли, а не спросил, я бы нет. А он говорит, нет, я только что фотографировался на советские дела. Я с вашей кружки пил. Ха-ха-ха, хорошо. А значит, малый мастер? Отлично. Рендер из института, ты можешь просматривать, или редактировать дальше свое видео. И очень много возможностей у этой программы, и я очень рад. Я до этого монтировал в одном премьер, и это сложная программа, и очень жесткая. Задово съедем, махи покупали. Слушай, я же, как-то, к тебе, смотрите, куплю, поставлю тоже туда. Так у нашей бабушки же есть, и проигратель, и вот этот вот. Усилитель. Да, и усилитель, и все это есть, и только поехать на намази забрать. А он работает. Все работает, все работает, зачем покупать? Куда пластинок вам привезут, и все. Да, так и там еще какие-то пластинки у меня, кстати, есть. А у нее там мало Пугачева, ты что? Нет! Я что, не знаю, я эти пластинки сам царапал. Я как-то за Интерсити бежал, ребята. Вот заняться настолько быстро, что в Абуте, там не за что даже зацепиться, знаешь. Какие вагоны? Ну, так, за что зацепиться, я бы за него зацепился, до следующей станции бы усил. А тут ресторан у тебя рядом? Да. Я вот паспорт вчера потерял, чувак мне его принес. Вот этот? Да. Вот твой седьмой. Прямо рядом с рестораном. А кто? Здравствуйте. Все? Да. Все, любым мир. Все? Спасибо тебе огромное. Спасибо. Хорошей дороги. Спасибо. Самооборона без оружия, да? Нет, но у нас еще другая. Что, туда в салуз? Самооборона с оружием.